На многих форумах мы говорим о том, что мы должны делать в будущем, но мы не принимаем во внимание и историческую трансформацию, через которую мир прошел. Потому что этот кризис показывает и доказывает, что определенное перераспределение доходов и богатства сейчас происходит по всему миру. Это означает, что развивающиеся страны и менее развитые страны, они сейчас очень быстро растут. Вот помните те общественные и публичные демонстрации 10-12 лет назад на улицах и площадях наших городов. Сейчас эти демонстрации происходят везде. И я недавно говорил с господином Хара, что развивающиеся страны завоевали треть всей мировой торговли. И поэтому развивающиеся страны тоже получают выгоду и от так называемой торговли между югом и югом. Иными словами, развивающиеся страны уже начинают финансировать друг друга и торговать друг другом, минуя развитые страны. Это, наверное, оптимистическая фаза кризиса. И эта оптимистическая фаза кризиса имеет отношение к 6 миллиардам людей, которые живут в развивающихся странах. И те, кто находятся в наименее выигрышных положениях, особенно в Европе, у нас всего лишь 1 миллиард человек в Европе, в США и в Японии. Мы должны это понимать, что большая часть человечества не живет в кризисе. У нас произошла трансформация, у нас изменилась экономическая мозаика, изменилась экономическая структура мира. Продолжение следует...